Привет, дорогой друг! Сегодня поговорим о неисправностях различных узлов автомобиля и их устранения. Итак, начнем с ходовой. Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля. Первое. Это неисправны стойки в подвеске. Отремонтируйте эти стойки или по возможности замените их. Слабло крепление гаек штанги стабилизатора поперечной устойчивости, износ подушек. Подтяните гайки, замените изношенные подушки. Третье. Ослабло крепление гаек опоры. Подтяните их. Четвертое. Если есть осадка, разрывы и отслоения резины в опоре, то замените просто ее. Пятое. Замените шарниры. Шесть. Это заменить шаровый шарнир. Семь. Замена пружины. Восемь. Замените буфер. Девять. Это если большой дисбаланс колес, отбалансируйте колеса. Что делать, если у вас частые пробои в подвеске? Первое. Это у вас осадка пружины подвески. Замените пружину. А второе. Это нерабочая стойка. Отремонтируйте ее или замените ее. Что делать, если у вас уводит автомобиль от прямолинейного движения? Первое. Возможно, у вас разное давление в шинах. Выровняйте его. Второе. Это нарушение установки углов колес. Третье. Возможно, у вас разорвана верхняя опора. Замените ее. Четвертое. Это, возможно, разная упругость пружин подвески. Пятое. Это неравномерный износ шин. Шестое. Это у вас повышенный дисбаланс передних колес. Отбалансируйте колеса. Почему в автомобиле повышенный износ протектора шин? Первое. Это слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес. Второе. Это частое пользование тормозами с блокировкой колес. Третье. Это нарушенные углы установки колес. И четвертое. Это перегрузка автомобиля. Почему у вашего автомобиля неравномерный износ протектора шин? Первое. Это повышенная скорость на поворотах. Второе. Отбалансируйте колеса. И третье. Отремонтируйте подвеску. Почему стартер не включается? Причины и поломки. Первое. Несправна аккумуляторная батарея. А точнее АКБ. Второе. Окислились клеммы к аккумуляторной батарее и наконечнике проводов. Зачистите, закрепите и смажьте техническим вазелином наконечники проводов и клеммы. Третье. Нарушение в работе выключателя зажигания. Четвертое. Неисправна втягивающая реле. Почему втягивающая реле включается, а якор стартера не вращается, либо вращается, но слишком медленно? Первое. Это сильно разряженная аккумуляторная батарея. Второе. Как я уже говорил, это окисление клемм аккумуляторной батареи и наконечники проводов. Третье. Слабая затяжка гаек на наконечники проводов, там где вывод втягивающего реле. Почему втягивающий реле включается и сразу выключается часто повторяемый звук? Первое. Сильно разряженная аккумуляторная батарея. Второе. Увеличено сопротивление электроснабжения стартера. Зачистите и закрепите наконечники проводов, испорченные провода замените. Третье. Неисправна втягивающая реле. Почему увеличен свободный ход рулевого колеса и стуки в рулевом управлении? Первое. Это нарушение натяга пружины упора рейки. Второе. Это ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма. Третье. Это износ шаровых шарниров рулевых тяг. Четвертое. Износ карданного шарнира рулевого вала. Почему тугое вращение рулевого колеса? Первое. Это проскальзывание ремня привода насоса гидроусилителя. Второе. Это повреждение ремня привода насоса. Третье. Это недостаточный уровень рабочей жидкости. Четвертое. Попадание воздуха в гидросистему. Пятое. Перекручивание шлангов или повреждение их. Шестое. Недостаточное давление насоса гидроусилителя. Седьмое. Повышенные внутренние утечки в насосе. Восьмое. Повышенные утечки жидкости из рулевого механизма. Девятое. Перекос или повреждение уплотнений рулевого механизма или распределителя. Почему увеличенный ход педали тормоза? Первое. Это утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы. Второе. Это дефект манжет главного тормозного цилиндра. Третье. Наличие воздуха в тормозной системе из-за эмульсии. Перегрев тормозов. Четвертое. Замените тормозные колодки. Почему самопроизвольно тормозит автомобиль? Первое. Неправильная регулировка вакуумного усилителя. Второе. Засорилось отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра. Почему греется барабан заднего тормозного механизма? Первое. Ослабление или поломка стяжной пружины колодок. Второе. Отрегулируйте привод стояночного тормоза. Почему происходят рывки при работе сцепления? Первое. Это дефект двигателя или коробки передач. Второе. Это ослабление крепления коробки передач к двигателю. Третье. Установлен неоригинальный ведущий диск. Четвертое. Изношена ступица дискосцепления или шлицы входного вала коробки передач. Почему происходит неполное включение сцепления или сцепление буксует? Первое. Изношены накладки ведущего диска ниже допустимого предела. Второе. Рабочий цилиндр сцепления возвращается в исходное положение. Замените этот цилиндр. Третье. Ослаблодиафрагменная пружина. Замените нижний диск. Четыре. Негерметичный рабочий цилиндр сцепления. Пять. Загрязнены накладки ведущего диска маслом или смазочным материалом. Шесть. Перегрев накладок ведущего диска. Что и пятое и шестое нужно заменить этот диск. Почему происходит неполное включение сцепления или сцепление ведет? Первое. Прокладки ведомого диска покрыты липким веществом. Замените этот диск. Второе. Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала. Третье. Происходит биение ведущего диска. Четвертое. Нарушение главного цилиндра сцепления. Пятое. Педаль сцепления не доходит до ограничительного упора. Неполный ход. Возможно мешает ковровое покрытие или нужно заменить главный цилиндр. Шестое. Неисправен подшипник выключения сцепления. Седьмое. Воздух в гидравлическом приводе сцепления. Восьмое. Покороблен ведущий диск или сломлены в фракционные накладки. Девятое. Изношен игольчатый подшипник в торце коленчатого вала. Почему происходит шум при нажатии педали сцепления? Первое. Это неисправен подшипник выключения сцепления. И второе. Это биение ведущего диска по нижнему диску. Почему происходит шум при работе двигателя и выключенной передачи? Первое. Сломлена пружина гасителя колебаний ведомого диска. Замените ведущий диск. Второе. Ослабление заклепочного соединения. И третье. Дисбаланс ведущего диска. При всех этих трех случаях лучше всего ведущий диск заменить. Хочу сказать большое спасибо автолюбителям, которые смотрят мое видео и подписываются на меня. Это заставляет меня писать еще больше полезного видео для вас. До скорых встреч!